Путешествуют, занимаются рукоделием, даже есть свой хор. В этом году клуб ветеранов отмечает 30-летие. В честь юбилея благодарственными письмами поощрили особо отличившихся бабушек и дедушек. С теми, кто не любит сидеть дома, пообщалась наша съемочная группа. Работают в огороде, нянчат внуков, путешествуют и занимаются рукоделием. Кто сказал, что пенсионеры должны сидеть дома? Главное ведь душой не стареть, говорят собравшиеся. В зале самые активные дедушки и бабушки. Многие из них – члены клуба ветеранов, который сейчас отмечает свое 30-летие. Этот клуб создали, чтобы люди преклонного возраста не сидели дома, не скучали. Здесь они общаются, новости друг другу рассказывают. У нас есть кружки прикладного искусства. Заниматься можно всем, что душе угодно. Но и в стенах клуба ветераны не сидят. Путешествуют по живописным местам нашей области, изучают сакральные объекты и памятники культуры. Кроме того, члены клуба ветеранов частые посетители городских выставок и концертов. В числе самых активных – супруги Грозного. Им больше 80 лет, но их морщинки только от смеха и радостных воспоминаний, говорят пенсионеры. Валентина Федоровна трудилась в системе госторговли. Владимир Афанасьевич на заводе. Говорят, это была любовь с первого взгляда. С сестрой они пришли. У моей матери был день рождения. Они с училища зашли к нам. Вот мы и познакомились с тех пор. И вот 58-й год. У нас двое внуков. Вдруг объявляется клуб ветеран при областном совете ветеранов. Это было в свое время глубоко и отдушина. Я стала ходить одна, потому что муж еще работал, а потом привела мужа. Сегодня в честь 30-летия клуба ветеранов супругам вручили благодарственные письма, как одним из самых активных. Такие награды в этот день получили 10 членов клуба. А в завершении торжества – праздничный концерт. Агири Маканшова, Данил Тарасов. Новости МТРК.